В работе призывной комиссии в срочном порядке объявлен технический перерыв. В небольшом актовом зале происходит передача родственникам героя фронтовика Шалина Андрея Игнатьевича удостоверение к доблестной медали «За отвагу». Помимо детей и внуков на торжественной церемонии присутствуют сотрудники военкомата и молодые защитники Родины – призывники. Для нас это память и подвиги нашего дедушки. Мы хотим, чтобы знали наши дети, внуки, чтобы она передавалась, чтобы мы любили нашу Родину. Она у нас одна, какая она одни была. Эра – это Родина, не только это. Наши близкие, это наш дом, это наша земля, это воздух. Вечная слава героям – это скорбь, это память. Самое главное, моя бабушка, которая умерла в 79-м году, она все время говорила, лишь бы не было войны. Потому что это трагедия страшная, которая практически захватила все семьи Советского Союза. Командир отделения 1-го стрелкового батальона, старший сержант Шалин Андрей Игнатьевич, уроженец деревни Ольха, был призван на фронт, уже будучи взрослым мужчиной, в 40 лет. В страшном бою 19 декабря 43-го года за населенный пункт Барск-2. После артиллерийской подготовки он первым поднял свое отделение в атаку. Лично из своего оружия уничтожил двух солдат противника. Через 4 дня он был смертельно ранен и скончался в эти же сутки. Ровно через месяц, 23 января, Андрей Игнатьевич, доблестный герой фронта, был посмертно награжден медалью за отвагу, приказом 700-го стрелкового полка Прибалтийского фронта. Сегодня, прослушав ту историю, того боя, за что был награжден наш фронтовик, конечно же, хотелось бы очутиться рядом и осознать, что произошло, ощутить. И насколько это получается, это, наверное, ни у кого не получится, потому что это миг, мгновение, решение и подвиг. И вот этим все сказано. Эти люди отдали жизнь свою. И хорошо, что сегодня мы узнаем, открываем страницы о конкретных людях, о конкретном бое. Память о героях войны хранится в сердце каждого россиянина. И пока есть люди, которые, не жалея времени и сил, поднимают многотомные архивы, пытаясь отыскать хоть малейшие упоминания о родственниках фронтовиков. Будущее у нашей страны есть. Екатерина Стросветская, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.